Городские спасатели начали работать в поселке Суко, как только расцвело. Датчики показали резкое повышение уровня воды. Чтобы проверить данные системы контроля, выехали на место. Мы проверили уровень воды, что подмостовое пространство свободное. Поднялись выше по течению, проверили еще два моста, один на Киблерово, один на озеро Суко. Тоже там подмостовое пространство посмотрели. Мы сходили на берег моря, посмотрели, что устье реки чисто, и вода, как говорится, беспрепятственно поступает в море. В Суко выпала месячная норма осадков. Основная опасность – сход воды с гор. Спасатели проверили систему оповещения сиренов и радиовещания. На данный момент опасности нет. Дожди пока закончились, и подъем воды остановился. На настоящий момент, по нашим оценкам, мы с учетом складывающего прогноза погоды не прогнозируем дальнейшего ухудшения обстановки. Но мы готовы к нему. В случае чего у нас есть места для экстренной эвакуации населения. В общей сложности у нас может попасть от 120 до 130 человек под эвакуацию. Место у нас уже определено. Это здравница электрон. Поэтому каких-то проблем с этим мы не видим. Но здесь будет находиться в постоянной готовности оперативная группа, которая будет незамедлительно принимать решение уже без учета складывающейся обстановки прибытия из города сюда. То есть здесь люди будут принимать решение уже непосредственно на месте. В самой Анапе подконтрольных специалистов находилось несколько проблемных участков. Это улицы Северная и Садовая. Там потоплений зарегистрировано не было. По прогнозу синоптиков дожди не закончились. Спасатели круглосуточно мониторят ситуацию по уровню воды на водных объектах. А сотрудники коммунальных служб приведены в усиленный режим работы. Одновременно контроль и мониторинг ситуации проводятся во всех сельских округах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok